МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Состоялись армяно-германские переговоры на высоком уровне. Иран обвиняет США в недавней кибератаке на государственную инфраструктуру. Сирийские войска отражают ракетные удары в Дамаске. Сегодня день рождения героя Арцаха Владимира Балаяна. 27 января состояло седьмое заседание Юридического комитета Национального совета армян Западной Армении во главе с Арманаком Абрамяном. 28 января 2011 года в 9.30 по ирванскому времени, как сообщили в прислужбе Национального совета армян Западной Армении, на заседании комитета были подведены итоги предыдущих шести сессий и представлен текст официального заявления для ратификации Национального совета. Национальный совет армян Западной Армении вступил с официальным заявлением, ратифицированным 4 февраля в столице Франции Парижа. Текст заявления зачитал Филипп Сасу. Правительство Западной Армении стоит рядом с Сирийской Арабской Республикой, со своим народом и руководством. Приветствует решение сирийского парламента о признании геноцида против армян, совершенное турками, которые враждебны ко всем коренным народам региона. Западная Армения считает территорию Сирии естественным продолжением своей территории и признает ее драгоценной братской страной. Как Западная Армения и Киликия, которая оккупирована искусственно созданной страной на нашей территории. По этому случаю мы официально заявляем о нашей готовности поддержать народ и государство Сирии всеми возможными средствами. Правительство Западной Армении. Законодательное собрание Сирии единогласно приняло резолюцию, осуждающую геноцид армян против Османской империи в начале XX века. Это было на 10-м заседании 12-й очередной сессии 2-го законодательного собрания под председательством спикера национального собрания. Резолюция осуждает любую попытку опровергнуть любой геноцид и исказить реальность, утверждая, что это самое ужасное преступление против человечества. Резолюция выражает сочувствие дружественному армянскому народу и подтверждает, что армяне-сирийцы и осирийцы стали жертвами систематической этнической чистки и стали жертвами массовых убийств со стороны османов. В своем выступлении на эту тему Сабах отметил, что сирийцам более известны, чем другим народам. Этот вид преступлений, потому что они являются объектом ужасного терроризма и преступлений, совершенных одним и тем же преступником. Он призвал все страны мира осудить геноцид и не игнорировать его. В Берлине состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и канцлера Германии Ангела Меркель. Как сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, канцлер Германии приветствовала и подчеркнула важность визита премьер-министра Республики Армения, выразив уверенность, что это дает возможность обсудить вопросы повестки отношений двух стран. Госпожа Меркель отметила, что правительство ее страны будет и впредь поддерживать армянскую сторону по различным направлениям для эффективного продвижения демократических реформ. Премьер-министр Пашиняна коснулся экономических развитий в Армении, отметив, что в различных секторах экономики зафиксированы высокие темпы роста. В ходе встречи стороны обсудили различные вопросы, в том числе сотрудничество в сферах промышленности, инфраструктуры, туризма, информационных технологий и образования. Ангела Меркель выразила поддержку правительства Германии в проведении судебно-правовых реформ в Армении и подчеркнула важность предпринятых правительством Армении шагов по развитию демократических институтов. Глава организации пассивной обороны Ирана, бригадный генерал Галаморес Джалали, обвинил США в недавней кибератаке на инфраструктуру иранского правительства, передает Мехар. По словам Джалали, недавняя кибератака на инфраструктуру страны была проведена в США для оценки будущих возможностей, «Определение точного источника и времени атаки является трудоемкой процедурой, но иранская компания по телекоммуникационной инфраструктуре работает над этим вопросом», добавил он. Сирийские средства противовоздушной обороны отражают ракетный удар, совершаемый враждебными объектами. В небе над Дамаском сообщает ТАСС со ссылкой на САН. По информации агентства, сирийским военным удалось сбить несколько целей. Отмечается, что ракеты были запущены со стороны голландских высот. Сегодня герою Арцаха Владимиру Балаяну исполнилось 62 года. Владимир Балаян родился в 1958 году в селе Мохратак Мартакерцкого района. Начальное образование получил в начальной школе, а среднее – в Неркине Хоратах. Служил в советской армии. Когда вооруженная борьба заменила мирные демонстрации Карабахского движения, Владимир стоял на линии фронта в качестве командира отряда. Был командиром Арцахского фронта армии освобождения Леонида Асгалдяна. Участвовал в оборонительных и освободительных сражениях в Базлуке, Монашиде, Караченаре, Цамдзор, Тоге, Агдабане, Мараге, Сарковенде, Ортапае, Башкунапе, Маниклу. Дважды участвовал в освобождении Мартакерта вместе со своим отрядом. Был убит 9 июня 1992 года в окупах села Чайлу. Посмертно был награжден первой степенью медали «Боевой крест» и медалью «Мужество». 31 августа 2019 года был награжден медалью героя Арцаха «Золотой орел». На сегодня у нас всё. Далее мы подставим вашему вниманию лошадь. Я ему самую лошадь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.